Друзья, вас ждут два билета на потрясающую оперу Пучини Богема, наш прославленный театр оперы и балета имени Абая. Друзья, звоните нам быстрее по телефону 334-0024. Спектакль состоится завтра. Да, а нужно ответить на вопрос, когда состоялась мировая премьера оперы Богема. Все очень просто. И нашей студии сегодня солистка оперы Венера Алпасбаева и дирижер симфонического оркестра Казнатопа имени Абая Нуржан Байбусинов. Маэстро, Венерочка, доброе утро. Спасибо, что вы сегодня с нами. Очень приятно. Мы, правда, очень-очень любим, когда к нам приходят артисты нашего дорогого театра. Да, это уже наши добрые друзья. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо. Следим за... Вот Даник стал нас театралом. Не пропускает практически ни один спектакль. Это же прекрасно. Духовно обогащаемся. Да, да, да. Очень важно. Это важно. Мне очень стыдно, что раньше я как раз-таки оперу не воспринимал. Если балет мне еще нравилось смотреть, то опера мне казалась всегда неинтересной. А вот сейчас я наоборот. Я наслаждаюсь. Растет. Потому что, знаете, я вам честно скажу, за последние, ну, скажем, два года точно изменилось все. Подача. Да, да. Все стало по-другому. Это правда, да. Театр просто преобразился. Качественные изменения, такое мощное, да. Постановки, шикарные, роскошные постановки у нас вот прошли. И ожидаются проекты. И вот теперь посмотрим. Разные форматы используются, какие-то новые эксперименты происходят. Ну, просто живет такой полноценной, современной жизнью. Очень много зависит от руководителя. Да, конечно. Очень много зависит от политики, конечно же. Потому что это человек, который должен разбираться. Обязательно. Потом человек, который должен конкретно заражать коллектив и говорить, что надо сделать. Потому что вот я работаю еще в других театрах и вижу, как работает политика. И всегда приятно, когда профессионалы. И можно даже просто, даже не разговаривая, понять, что надо, как надо сделать красиво. Это же целый завод. И когда спектакль состоялся, там очень много времени надо вложить. Очень много сил, энергии. Надо уметь подобрать коллектив, в смысле людей, профессионалов. Это и режиссеры, это и вокалисты, это и дирижеры. Это оркестранты, это артисты хора. То есть это все по крупиночке потихонечку лепится. И в конце получается такой великолепный спектакль. Огромная работа. Да, конечно. Здесь прям не поспоришься. Тем более буквально в начале недели мы уже разговаривали с вашими коллегами из балетной труппы. И вот я говорю, каким образом, интересно, есть, допустим, ведущие солисты балета, вот те, кто главные партии забирают. Ну и есть, как бы, есть карты балета, а есть, говорю, просто взаимоотношения. Вот когда идут по коридору, например, два ведущих солиста, кто кого пропускает? Он говорит, а у нас такого нет, говорит, у нас и так могут пролезть, говорит, и так. Все спокойно, да. Все по возрасту. Мы просто улыбаемся. Это же театр. Я говорю, а если идут, например, оперный солист, говорю, и ведущий солист, и солист балетной труппы, говорю, как проходите? Он говорит, тоже, говорит, с улыбочкой. Да, вы все гордитесь этой дружественной, потрясающей микроклиматом, атмосферой в театре. Не было же такого раньше. Объясню, почему. Просто было такое поколение, это вот наши звезды, конечно, Корифей, Емель Махмедович, Сергей Баев, там, Роза Жаманова. И после них вот немножко такое вот, было такое время, что солистов и... Прописание такое. Да, вот немножко просела ситуация, не было наших талантливых там вокалистов, дирижеров, не было никого. То есть одно поколение было вот, многие годы они шли. То есть после них, когда они уже немножко стали еще больше звездами, вот, вдруг начали появляться дирижеры. Вот я сам появился. Когда я появился в театре, это было неким шоком для всех. Они сказали, вы что, это совсем маленький какой-то молодой парень, который хочет дирижировать в оперном театре, вы что? И это дошло даже до министра культуры. Министр культуры тогда еще... Мой год. Десен Карабаевич Кассиинов, который прилетел тогда еще с Астаны, прилетел познакомиться со мной. И просто мы вот помню, после концерта познакомились, я у меня спросил, это вы? Я сказал, да, это я. То есть, а потом сейчас что происходит? Сейчас молодое поколение. Во всех. И в хоре, и в вокалисты, и в дирижеры. Ну, в балете это всегда было, это такой жанр. И, соответственно, сейчас мы вот какое-то одно время, вот сейчас мы проживаем, одно поколение. В принципе, там год, два, три, это какая-то разница несущественная. И вот сейчас вот молодежь, это наше как бы время, да, можно сказать. Из-за этого мы, наверное, спокойно ходим в театре и не обращаем на это внимания. Ну, я хочу сказать, что это как один большой организм, это огромная семья, понимаете? Вот я это ощущаю так. И мы это, ну, наш директор, это как если наше сердце, да, понимаете? То есть мы смотрим на нее, она нам дает какие-то поручения. То есть мы это стараемся сделать качественно. Мы это стараемся сделать профессионально, свою работу, понимаете, выполнить. И каждый солист, мы коллеги переживаем друг за друга. И если есть какие-то, мы терпим неудачи, мы тоже поддерживаем, говорим какие-то слова поддержки. Если какая-то происходит, радостное происходит событие, мы тоже радуемся за коллег. То есть нет такого, ой, а вот, понимаете, и там затаить какую-то обиду или какую-то зависть. Все-таки я считаю, что это огромный такой храм искусства. И когда есть в этом храме доброта, когда есть именно посыл счастья, тогда будет, мне кажется, кипеть работа и происходить большие такие события. Творческие победы, прорывы. Не могу с вами не согласиться, но есть еще одно. То, что всегда есть на телевидении, это неизменно. Реклама на канале Алматы. Не переключайтесь, она пройдет быстро. Друзья, мы продолжаем. В прямом эфире мы разговариваем с нашими ведущими солистами оперы, Венерал Позбаева, дирижером Симфонического оркестра Театра оперы и балета имени Абая, Нуржаном Бабусиновым. И говорим мы, давайте, об опере «Богема». Завтра состоится опера. Расскажите немного, какое вообще ваше отношение к этой опере? Ну, если говорить про оперу, опера пахнет молодостью, энергией молодостью. Она вся пропитана вот этой вот любви, конечно же, молодостью. В этой опере все есть и страдания, и любовь. И это время до сих пор, мне кажется, и в это время, вот этот сюжет, он продолжается. И в те годы, еще в 19 веке, композитор абсолютно точно попал, Чтобы зацепить зрителя настолько, захватить его внимание, душу, энергию, Что до сегодняшнего дня эта опера заражает. А когда я лично дирижирую эту оперу, я как бы переживаю вот это все. У меня перед глазами проходит вот первый акт, когда я дирижирую. Вот эта сцена любви, как они трепетно относятся друг к другу, Рудольф с ними, когда они бесятся, вот эти вот молодежь. И я забываю, что у меня партитура, что у меня оркестр, Мне даже дирижировать надо. Это как происходит маленькая жизнь, как будто как на сцене. Партитура сложнейшая для дирижера. Если говорить, что многие дирижеры тысячу раз подумают, Надо дирижировать или нет. Потому что в репертуаре такие оперы не у каждого дирижера появляются. Это показатель. То есть я не буду себя хвалить, но я благодаря своему учителю, Минату Салавату, который... Это уровень уже. Да, это уровень. Сразу, если вот у вас спросили, а какие вы оперы дирижируете? Вы говорите, у меня есть опера «Богема», «Тоска». Это уже... Все, дальше вопросов не надо. Все понятно. Ну, по мне, понимаете, этот спектакль... Да вообще все оперы Пучини, это, я бы сказала, страсть, это отчаяние. Потому что в свое время, когда он хотел написать... Ну, он и написал оперу «Манон Лиско», а до этого уже французский композитор Масне написал эту оперу. Это где-то уже было лет пять, уже этот спектакль шел, то есть, причем очень успешно. Ему сказали, ну, Джакому, ну что ты делаешь, зачем тебе, уже же есть эта же опера. И он сказал, ну, вы знаете, это же... этот спектакль написал француз. Ну, там такое все, как бы, пудра, там все такое, все как бы, витает. А здесь у меня будет отчаяние, и здесь у меня будет самая главная страсть. И драма. Страсть из жизни настоящей. И он как будто как предвидел, понимаете? И когда была постановка этого спектакля, он вообще... Грандиозная была постановка, то есть, о нем как и заговорили, по-моему, о композиторе, по-моему, после «Манона Лиско». Как бы, да? Просто «Манон Лиско» принесла ошеломляющий успех, но «Богема» после «Манон Лиско», после, ну, на премьере, критика немножко закритиковала, и «Богема» не произвела вот этот фурор, то есть, критика немножко... Слушай, мне уже хочется, прям, я не могу, я хочу... У нас, кстати, есть телефонный звонок, по-моему, доживутся. Да, 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 у нас же дозвонились нам зрители. Сейчас разыграем билет. Доброе утро! Доброе. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Айнур. Айнур, вы откуда нам звоните? Из какого города? Города Алматы. Замечательно. Итак, вопрос. Когда состоялась мировая премьера оперы «Богема»? 1 февраля 1896 года. Молодец. Браво! Какая молодец, Айнур! Мы вас поздравляем, вот завидуем с Даником, вы пойдете завтра на спектакль. Два билета вас ждут, вам сейчас сообщат. А вам есть с кем идти, Айнур? Да, есть. Даника, берите. Здорово, ну, значит, увидимся на окне. Будем рады. Спасибо. Не кладите трубку, наши редакторы расскажут, как забрать. Хорошего дня вам. Но мы продолжаем. Вот, маэстро, вопрос к вам, потому что, знаете, вот наших солистов, их видно, их слышно. Они на сцене, да, они так. А вы, получается, всегда вот в своей вот яме, да. Клубокой. Еще спиной. Да, еще спиной. Но я вам скажу, вот я вам скажу, как я очень быстро понимаю, что там вы. Потому что, да, у вас нет дирижерской палочки, вы всегда или с ручкой, или с карандашом. Правда? Да, я практически без палочки дирижирую. Вот. Нас всегда учили дирижировать с палочкой. Но если сейчас вы посмотрите на Валерия Бесаловича Гергева, который практически без палочки дирижирует, но иногда он берет зубочистку. Да, обалдеть. Но у него есть такая манера дирижировать вот так вот, то есть постоянно трясти. Многие люди не понимают. Почему? А секрет прост. Когда ты немножко трясешь рукой, ты освобождаешь мышцы. Это секрет очень такой тонкий. И когда, ну, представляете, три часа дирижировать. Конечно. Вот я знакомым говорю, вот ты сейчас просто вот продирижируешь 20 минут, у тебя руки просто сразу. Конечно. Сразу. Без сомнений. Вот. А это техника. То есть нас всегда обучали. У меня вот прекрасный педагог, который на протяжении, вот до сих пор, наверное, учит меня, что нельзя зажиматься. Это во всем. Не только в дирижировании. Это и в вокале. И везде. В вокале. И у пианистов. Музыканты, скрипачи, там, филончелисты. И когда я немножко держу, когда палочку, у меня ощущение, что я ее держу, и пальцы немножко начинают, ну, как бы мышца начинает меня тревожить. А когда я без палочки, мне легко. А хотя нас учили, что палочка — это продолжение руки, что оркестр должен видеть вот эту белую палочку. Ну и плюс закрывать мизинцем вот таким вот образом. Это тоже только ваше. Ну, слава богу, что я работаю. Я очень замечательно. Я все замечаю. Да, действительно, вы действительно заметили. Это очень радует, что есть человек, который видит это. Ой, замечательно. Стендапер у нас. Большое спасибо вам. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наш, к сожалению, обезглавленный театр все-таки, как говорится, справедливость восторжествует, и наша любимая жать, она все-таки вернется в свое кресло, потому что то, что сделала она для театра, это действительно, это очень-очень-очень заметно. Да, поднять на такой уровень все спектакли. Потому что все говорят, вот за эти два года, на самом деле, проделана большая работа. Ну, что это два года для руководителя? Ну, скажите, да, это совсем малый срок. Просто мы, конечно, хотели бы, да, чтобы реально пришел работающий человек, пришел менеджер, который вот именно... Сейчас впереди очень много планов. Очень прекрасный проект. И теперь мы сейчас немножко в недоумении, как это все будет, что будет. Потом у нас же в оперном театре всегда есть интрига. Без этого никак. Но это театр, да. А в нашем театре вот за последние годы эта интрига куда-то исчезла. Потому что есть творчество. Говорят, когда нет творчества, начинается интрига сразу же. Так вот я желаю вам творчества. Спасибо большое. Спасибо вам, Дима Радейшев, удачи вам, чтобы у вас все получилось. Будем стараться.